Wake Up! С вами Вова Кэс. Фанаты BTS устроили бунт. Морган Штемпс палил победительницу шоу «Холостяк» с Тимати. И неужели в России заблокируют Twitter? Напоминаю, что нужно подписаться, чтобы быть в курсе интересных новостей. Ставьте лайки, друзья. Ставьте дизлайки, если угодно. Хорошего просмотра. Три причины роста курса биткоина в 2021 году. Первое. Интерес крупных инвесторов. Второе. Независимость от инфляции. И третье. Цикличность. За падением идет высокий рост. Сейчас биток понемногу падает в цене. Но это пока что. Инвестиционная компания Avalon прогнозирует рост этой крипты. И они уже докупили биткоины на падении. Эта компания активно вкладывает средства в крипту и перспективные стартапы. Они в этом деле уже более 5 лет и всегда успешны. Благодаря опыту и профессионализму своей команды. Самая важная и незаменимая часть их команды – инвесторы. Поэтому Avalon предлагает им самые лучшие условия. 1,3% вложенная сумма каждый день. Надежность и гарантию. А также бонусы к долгим инвестициям. Пока еще не поздно, ты тоже можешь стать одним из 500 тысяч инвесторов. Пройдя простую регистрацию по ссылке в описании. Регистрация на сайте Avalon поможет продвижению канала и улучшит контент. Уже через месяц Россия может остаться без Твиттера. О таком решении заявил Роскомнадзор. Дело в том, что Твиттер не удаляет запрещенный контент по требованию службы. Какой именно контент считается запрещенным, вы видите на экране. А вы расстроитесь, если Твиттер заблокируют? Морганштерна официально приняли на работу в банк. Теперь он директор по работе с молодежью. У Алишера появилась трудовая книжка, зарплата и обязанность ходить на работу. Ранее этот же банк Морган рекламировал в клипе за 10 миллионов рублей. А тем временем в ТикТоке набирает популярность новый скандальный трек Морганштерна. Прошло немного времени и многим он уже начал нравиться. А вот Дину Саеву захейтили за видео с этим звуком. Ей по-прежнему пишут, что мусульманке так делать нельзя. Фанаты BTS устроили настоящий бунт в Твиттере. Все дело в премии Грэмми. BTS были номинированы на лучшее поп-исполнение дуэтом или группой. Но награду забрали Ариана Гранда и Леди Гага. Это сильно расстроило фанатов корейской группы. Они утверждают, что премия продажная. И выиграть должны были именно BTS. А чью песню вы считаете более достойной премией? Пишите в комментарии. Уже прошла премьера первого выпуска шоу «Холостяк» с Тимати. Многие считают, что это самый искусственный сезон. Девушки, мол, все неискренние и пришли только ради денег Тимати. Также в сети уже разоблачили победительницу шоу. Ею якобы стала Мария. Именно она спалилась в сторис Морганштерна. Все они сейчас отдыхают на Мальдивах. Как думаете, Тимати действительно закрутил роман с Марией? Или просто сдружились на шоу? А я напоминаю, если ты хочешь начать зарабатывать прямо сейчас, то регистрируйся в компании Avalon по ссылке в описании. Welcome в комментарии. Конечно же, сейчас кликните все на предыдущий выпуск, потому что многие его не видели. Многим из вас не пришло уведомления. Ну, конечно, ставьте лайки, подписывайтесь, нажмите колокольчик. Или не жмите, впизду его. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok